Степан Разин родился в станице Зимовейская в 1630 году. Некоторые источники указывают на другое место рождения Степана, город Черкасск. Отец будущего атамана Тимофей Разя был родом из Воронежского края, но переселился оттуда по неясным причинам на берега Дона. Молодой человек прижился среди вольных поселенцев и вскоре стал домовитым казаком. Тимофей отличался в военных походах отвагой и смелостью. Из одной компании казак привел в дом плененную Турчанку и женился на ней. В семье родилось три сына Иван, Степан и Фрол. Крестным отцом среднего брата стал сам атаман войска Корнила Яковлев. В 1649 году соборным посланием, подписанным царем Алексеем Михайловичем Романовым, на Руси окончательно закрепилось крепостное право. Документ провозглашал наследственное состояние крепостничества и позволял увеличивать срок поиска беглых до 15 лет. После принятия закона по стране начали вспыхивать восстания и мятежи, многие крестьяне пускались вбегав в поиски вольных земель и поселений. Наступило смутное время. Казацкие поселения все чаще становились пристанищем голодьбы, бедных или нищих крестьян, которые примыкали к зажиточному казачеству. По негласной договоренности с домовитыми казаками из беглых создавались отряды, которые занимались грабежом и воровством. Теркские, донские, яицкие казачества увеличивались за счет галутвенных казаков, их военная мощь росла. В 1665 году произошло событие, которое повлияло на дальнейшую судьбу Степана Разина. Старший брат Иван, принимавший участие в русско-польской войне, решил самовольно покинуть позиции и удалиться с армией на родину. По обычаю, вольное казачество не обязано было подчиняться правительству. Но войска воеводы Йоа Долгорукова догнали разинцев и, объявив их дезертирами, казнили на месте. После смерти брата Степан воспылал яростью к русскому дворянству и решил идти войной на Москву, дабы освободить Русь от боярщины. Нестабильное положение крестьянства также стало причиной восстания Разина. С юности Степан отличался удалью и смекалкой. Он никогда не шел напролом, а использовал дипломатию и хитрость, поэтому уже в молодом возрасте он входит в состав важных делегаций от казачества в Москву и Астрахань. Дипломатическими уловками Степан мог уладить любое провальное дело. Так знаменитый поход за зипунами, который закончился для разинского отряда плачевно, мог привести к аресту и наказанию всех его участников. Но Степан Тимофеевич так убедительно пообщался с царским воеводой Львовом, что тот отпустил все войска домой, снарядив новым оружием, и одарил Степана иконой Богородицы. Проявлял себя разин и как миротворец среди южных народов. В Астрахани он выступил посредником в споре между нагайбакскими татарами и калмыками и не допустил кровопролития. В 1667 году в марте Степан начал собирать войско. С двух тысяч воинами атаман отправился в поход по впадающим в Волгу рекам грабить суда купцов и бояр. Грабежи не воспринимались властью как бунт, так как воровство было неотъемлемой частью существования казачества. Но разин пошел дальше привычного разбоя. В селе Черный Яр атаман устроил расправу над стрелецким войсками, а затем отпустил всех ссыльных, находящихся под стражей. После чего отправился на ЕИК. Войска мятежника хитростью проникли в крепость к уральским казакам и подчинили себе слободу. В 1669 году пополнившаяся беглыми крестьянами армия под предводительством Степана Разина отправилась на Каспий, где учинила ряд нападений на персов. В схватке с флотилией Мамед Хана русский атаман перехитрил восточного полководца. Струги Разина имитировали побег от персидского флота, после чего перс отдал приказ объединить 50 кораблей и окружить войско казаков. Но Разин неожиданно развернулся и подверг мощному обстрелу главное судно противника, после чего оно начало тонуть и потянуло за собой весь флот. Так малыми силами Степан Разин вышел из боя у свиного острова победителем. Понимая, что после такого поражения сефевиды соберут большее войско против разинцев, казаки отправились через Астрахань на Дон. 1670 год начался подготовкой войска Степана Разина к походу на Москву. Атаман пошел вверх по Волге, захватывая прибрежные селения и города. Для привлечения местного населения на свою сторону Разин использовал прелестные письма, особые грамоты, которые он распространял среди городского людо. В письмах говорилось о том, что гнет боярщины можно скинуть, если примкнуть к армии мятежников. На сторону казаков переходили не только угнетенные слои, но и старообрядцы, ремесленники, марийцы, чуваши, татары, мордвины, а также русские солдаты правительственных войск. После повального дезертирства царские войска вынуждены были начать привлечение наемников из Польши и Прибалтики. Но с такими воинами казаки поступали жестоко, подвергая всех военнопленных иностранцев казни. Степан Разин распространял слух, что в стане казаков скрывается пропавший царевич Алексей Алексеевич, а также ссыльный патриарх Никон. Тем самым атаман привлекал на свою сторону все больше недовольных действующей властью. За год на сторону разинцев перешли жители царицы на Астрахани, Саратова, Самары, Аллатыре, Саранско, Казмодемьянско. Но в бою под Симбирском флотилия казаков была разбита войсками князей У. Н. Борятинского, а сам Степан Разин после ранения вынужден был отступить к Дону. Полгода Степан укрывался с приближенными в Кагальницком городке, но местные зажиточные казаки тайно приняли решение о сдаче атамана правительству. Старейшины опасались гнева царя, который мог лечь на всерусское казачество. В апреле 1671 года после короткого штурма крепости Степан Разин попал в плен и был вывезен в Москву вместе с близким окружением. О частной жизни атамана в исторических документах сведений не сохранилось, но известно только то, что в Кагальницком городке проживала супруга Разина и его сын Афанасий. Мальчик пошел по стопам отца и стал воином. Во время стычки с азовскими татарами юноша попал в плен к противнику, но вскоре вернулся на родину. В легенде о Степане Разине упоминается персидская княжна. Предполагается, что девушка попала в плен к казакам после знаменитого боя на Каспийском море. Она стала второй женой Разина и даже успела родить казаку детей, но от ревности атаман утопил ее в пучине Волги. В начале лета 1671 года охраняемые воеводами Стольником Григорием Косоговым и Дьяком Андреем Богдановым Степан и его брат Фрол были доставлены в Москву для суда. Во время следствия Разина их подвергали жестоким пыткам, а через четыре дня повели на казнь, которая состоялась на Болотной площади. После оглашения приговора Степана Разина четвертовали, но его брат не выдержал увиденного и попросил пощады в обмен на тайные сведения. Спустя пять лет, не найдя обещанных фроун награбленных сокровищ, решено было казнить и младшего брата атамана. После смерти лидера освободительного движения война продолжалась еще полгода. Казачество возглавили атаманы Василий Ус и Федор Шелудяк. Новым предводителям не хватило харизмы и мудрости, поэтому восстание было подавлено. Народная борьба привела к неутешительным итогам, крепостничество было ужесточено, отменены дни перехода крестьян от хозяев, разрешено проявлять крайнюю степень жестокости в отношении к неповинующимся.